Часто люди даже не догадываются, по каким причинам мы не можем получить повышение на работе или найти свою вторую половину. Достижение успеха в делах – долгий и трудный процесс. Однако есть факторы, которые могут помешать этому. Как стать успешным, сегодня мы обсуждаем с точки зрения экстрасенсорики. Первое, что я ставлю на первое место – это жилище. Вот это жилище, потому что, получается, квартира или дом, где вы живёте – это то место, где вы постоянно проводите время. Понимаете, даже умершие, получается, которые были в квартире, если даже это были, допустим, ваши родственники, если, не дай бог, вы там спите на том же самом месте, то всё равно это будут какие-то болезни, это будет некоторый отток энергии. И тут надо понимать, что надо чистить помещение. Чтобы энергия не уходила уже изначально в никуда, надо, чтобы у вас, ну, как минимум, помещение было чистое. Дальше имеет значение детство. И что нам вот вложат родители, там, бабушки, дедушки, все, кто будут нас окружать, да, то мы в итоге и получим. Очень часто вкладывают такую информацию, которая не позволяет этому человеку потом достичь успеха. То есть либо внушают очень много страхов, что там то нельзя, это нельзя тут, или как-то оберегают много, или просто это всё вкладывают в детстве. И человек уже ограничен. И я тут всегда говорю таким людям, которые вот именно хотят чего-то большего в жизни, что если вы хотите добиться чего-то большего, да, понятно, то, что было тогда, мы это не изменим, это данность, но тогда вы должны пройти некоторую чистку. То есть вы должны убрать всю ту информацию, которая там у вас в подкорке отложилась. Там вообще всё убирается, вот до сегодняшнего дня, грубо говоря. Всё, что вот плохое накопилось, всё убирается. И человека как бы чистый лист. Вот он всё, он просыпается, и у него всё. То есть он ничем не обременён, у него, его ничего не отягощает. И он просто живёт вот так, как живёт. И понимаете, когда вот такая вот ситуация происходит, начинает всё притягиваться, всё хорошее. Ко мне обращаются, вот почему у меня, например, там личная жизнь, или, например, она там замужем, и у неё тоже неудачно. Знаете, очень часто тоже вот делаю некоторые выводы, мешают люди, понимаете? То есть вот они, допустим, поженились даже по любви, да, и вот мешают им жить. Мешают им жить там родственники, там бабушки, там матери, там и так далее. Все вмешиваются. Бывают и женщины пытаются увезти из семьи, там и мужчины точно так же себя ведут. И надо понимать, и надо просто защищаться. Надо защищаться. Тогда, тогда будет нормально, тогда будет хорошо. Смысл в том, что если человек хочет достичь успеха в жизни, он не может постоянно менять партнёров. Это тоже очень вредит, вы понимаете? Потому что если человек будет, допустим, даже с какой-то периодичностью, там, ну, допустим, раз в три года менять себе партнёра, да, он тоже, получается, энергию отдаёт. То есть он пока, пока он отдаст на это расстройство, энергия опять вот уходит. То есть он не тратит время уже на что-то позитивное и хорошее, или там какого-то развития собственное, там, я не знаю. А получается, что он как бы немножко опять откатывается назад. Но когда, если он живёт, допустим, с одним человеком, но долго, он, получается, уже это такая защита. Это защита партнёра. Потому что всё равно по жизни вдвоём идти легче, легче. И тогда, получается, и партнёр начинает более, скажем, активно по жизни что-то делать, и ты что-то, допустим, да, как человек, тоже что-то делаешь по жизни. И вот и получается, вот и успех и складывается. Тут вот этот вот момент надо раньше видеть, надо раньше осознавать, что жизнь должна быть успешная. То есть за это надо побороться, за это себя нужно поставить так, что вот мне нужен именно вариант, которого я заслуживаю. И вот тогда, тогда, конечно, оно будет так.